Практически год назад я выложил видео о том как поучаствовал в Maxer Game Jam 2023 и вот уже я участвовал во втором джеме, где мало того что почти в два раза больше игр, так я еще и опыта набрался в два, а то и в несколько раз больше. Ну и в этом видео расскажу как у меня проходил этот джем, какие игры были на джеме, как мы чуть не упустили шанс выложить игру, ну а также может из этого видео вы узнаете что-то новое. Поехали. 26 минут остается и мы только сейчас делаем проект. Это будет 3d urp скорее всего, ну потому что ну классика. Ой блин еще не та версия, мы хотели на версии 3.14 f1 2022 года все сделать. Инфа о джеме. Сколько людей? 1361 человек. Начало через двадцать одну минуту. Тред для угроз. Угрожать тут будут, поняли? Да да, давай нам намек. Говори сразу тему за шестнадцать минут до начала. Легче первого, но сложнее второго. А тут есть что-то за победу? Да, да. 100 рублей. А, ну блин, ну как будто. Я это делаю просто так и малого известно. Копи на пас, привет. Это первый мой джем, наверное. Последний. Это интересно. Я тоже уверен в своей победе. Я тоже уверен в своей победе. Репозиторий уже был создан и оставалось только добавить тех двух участников, которые будут постоянно в нем находиться. Ну и естественно все этим обсуждают, а я иду к нейронке. Это уже как традиция. Пофигу, что от нее идей вообще не примут. Я постоянно ей просто пользуюсь для того, чтобы она дала мне идею. Я потом ее уже изменял и дополнял. Так скажем, чтобы у меня было от чего отталкиваться. Ну а также мы не забыли про менее важное. Это интерактивная доска Миро, которой мы на прошлом джеме пользовались. И тем самым благодаря ней мы сэкономили раза в три больше времени, чем в прошлый раз. То есть если мы на прошлом джеме обсуждали свыше трех часов только тему и геймплей игры без этой доски, то в этот раз мы уложились где-то за час. Расписали лор, геймплей, корр механики, волна героя, врагов, концовки. В общем неплохой такой дизайн документ можно из этого составить. Ну и как же без всяких отсылочек. Идеально. Ну и в общем вот что получилось за этот час. А еще отдельная идея для другой игры. Лично мне она больше всего понравилась. А тут мы сначала разобрали саму тему на составляющие. От нее уже пошли разветвления с нападающей стороны. От нее уже идут концовки. С защищающей стороны идет сторона Б. И тут те же самые две концовки. Это грубо говоря что-то наподобие игрового пути. Ну и получается мы сразу определились, что это FPS-ка шутер от первого лица. Терристика будет вот как у этой мусорки. Сначала надумывали изометрию взять и чисто казуальную графику. Но потом художники решили освоить Vertex Color. И на самом деле эта старая технология, она очень балдежно выглядит. То есть это та же самая казуальная графика можно сказать. Благодаря вот этому вот аутлайну, то есть облотке, она приобретает просто жесткую красоту. И тем более наверняка очень многие знакомы с аутлайн шейдером в Юнити. Ибо по нему очень много туториалов. Именно по созданию этого шейдера. Ну а я успел три раза сменить контроллер персонажа. Ну и сразу же добавил стандартный шаблон диалога, который практически во всех своих играх использую. Первым делом я попробовал супер характер контроллер, но из-за этого вот кода, мягко говоря, очень сильно пахнущего, я отказался от него. Потом я уже начал прописывать свой контроллер для персонажа. Ну а потом я решил воспользоваться одним из двух ассетов, которые я покупал в ассторе, это FPS Engine. И он стоит своих 25 долларов. Это я могу сказать после джема, потому что до джема я им не пользовался особо. Чтоб вы понимали, никакого искусственного интеллекта и диалогов там не было, только контроллер. Это то, что мне было нужно как раз. Так как все модельки, оружие, рук персонажа мы делали сами. Ну и вот селуя коммит, другие участники проекта открыли проект. И естественно проблемы с материалами, которые сопровожали нас до всего конца джема. А все из-за того, что один из членов команды решил поменять настройки графики в URP проекте. Модельки уже полноценно готовились. Я пока что дополнял код FPS Engine, то есть добавлял возможность получения урона от искусственного интеллекта. Который в первый день, ну, просто бродил и никак не определял меня. И чтоб вы понимали, такой искусственный интеллект я настроил только ближе к 6 вечера. В то время как модельки уже полноценно делались. И уже импортировались в движок. На второй день сделали вот такие вот 3 топовые бочечки, посередине вообще самое лучшее. А также там еще персонаж виднелся. Но в тот момент у него не был еще настроен рик. Поэтому заменить персонажа или сделать хотя бы ботта еще рано было. А я успел уже чуть получше настроить этот искусственный интеллект. А потом знаете что узнал? Что для этого сета уже был настроен искусственный интеллект. И тем более его можно было бы взять за халяву. Ну и в итоге что я решил? Я решил, что скачаю этот искусственный интеллект и дополню его своим кодом. Дополню я в принципе его быстро и без проблем. Победа! Где он стреляет? Он стреляет! Где? Во, во, во! Я еще выстрелил. Он стрельнул! Боже, радость какая! Но потом для меня поехала самое больное. Это система диалогов. Да, она у меня была. Но дело в том, что нужна была не только моя основная система диалогов с выбором. Ее еще и настроить надо, чтобы персонаж не двигался и не стрелял. А потом, чтобы враги еще не нападали во время диалогов. Потом еще, чтобы курсор показывался после диалогов. А потом еще, чтобы враги активировались. А потом, да иди ты на... И в общем, если я первый день тратил на искусственный интеллект, то второй день я тратил чисто на диалоги. Ну и вообще диалог с капсулой я бы оставил в игре. Кстати, узнали ведь кто на капсуле. И пока я писал скрипты, Бублик делал осколки, которые должны появляться после уничтожения объектов. И вообще в основном все модельки делал Бублик, а не Лекс. А уровень Лекса в моделировании, ну, повыше. Но при этом наши 3D художники разделили все так, что Лекс будет делать руки персонажа и анимацию, ботов. А Бублик все окружение. Помимо всего этого, в работу включился Кит. Он у нас занимался модерями и саунд дизайном. И Стравер тоже в роли программиста, как и я. Лекс за это время уже сделал руки, но что-то с ними было не так. А именно с их Ригом. Влага в последний день Риг поправили. Благодаря этому и анимации хорошо прижились. Тем временем у меня возникало чувство, что у кого-то уже есть готовая игра. А потом еще надо мной решили прикольнуться и закинуть на мою сцену, на которой я работал, какую-то жесть. Да, взрываем. Это бляха, муха, что это? Это моя бочечка. Что? Я тебя убью. Попробуй еще раз, попробуй еще раз, попробуй еще раз. Это бочки. А еще появился вот такой вот вертолетик, в котором в будущем будет катсцена. На этом второй день был закончен. Третий день начался с... После этого определенно надо отвлечься. Ну а теперь опять решать эти ебаные проблемы с материалами. Готовился уже прототип карты. И также готовились диалоги. Я за это время успел перевести практически весь интерфейс. Помимо диалогов также накидал менюшку. И в настройке с возможностью сохранения и сброса. А также теперь можно было сохранять игру и загружать. То есть помимо того, что я целый день потратил на диалоги, то я еще что-то дополнительно сделал. Но систему сохранения я сделал при помощи Страверка. Ну то есть неплохо так дополнил его код. Ну и в третий день получается мы в основном занимались озвучкой и анимациями. Страверк настраивал анимации в коде. Лекс настраивал Рик. Я начинал делать систему озвучки. И для озвучки мы нашли просто обалденного чела. Ебалопов не пенсу. Блин, балдежный голос. Ему 15 лет, чтобы вы понимали. Ну и не зря я две пары прогулял для того, чтобы доделать игру для джема. Да-да, скоро диплом. А я тут игрушки делаю. Вообще обалденно. Ладно, не суть. Карта уже готовилась и Тирен был просто обалденный, по моему мнению. Потом я захотел добавить курсор за место стандартного. Но дело в том, что я никогда этого не делал. Поэтому туторы вперед. Ну и после того, как я посмотрел, тутор написал код для смены курсора. Я такой, а забью-ка я на это, не надо этого. Так и остался в игре стандартный курсор. И уже готовилась самая главная часть для всей игры, это лаборатория. Ну и еще... И что, Блендер в Блендере сделал? Да, Блендер в Блендере. Балдеж. И Бублику, в общем-то, осталось сделать вот такую вот машинку. Ну а я пока настраивал количество урона для врага и для игрока. Ну и мы решили, что будет два типа оружия. Это обычный пистолетик и ФАМАС. Согласитесь, с ним намного интереснее игру проходить. Потом уже мы посмотрели на очередной шедевр пенопаста. А потом кто-то уже начал готовить озвучку. Принял. Принзок. Перизок. Ё-моё, французский пронон, пацаны. Борж. По-моему, первый вариант озвучки лучше. И, грубо говоря, нам осталось доделать озвучку, так как диалоги уже были готовы. Переключение между персонажами и две катсцены в начале и в конце. Но дело в том, что до конца джема уже оставалось меньше 24 часов. И большую часть времени с 5 вечера занимала именно анимация и ригинг. Вместе с настройкой весов для рига. Ну а я пока решу сам поделать тестовых катсцен. Чтобы Лексу потом было проще делать начальную и конечную катсцену. Так как он взял на себя задачу ещё делать катсцены. Ну а пока я делаю эти тестовые катсцены, Лекс уже успел доделать персонажа и риг. Ну и вот, всё шло вроде бы нормально. Мы вроде бы успевали. 7 утра. Остаётся 5 часов до конца джема. Осталось всего 2 участника из команды. Озвучка была не готова. Переключения между персонажами были не готовы. Так как большая часть времени была потрачена на анимации. Ну и в ход поехала нейронка. Я нашёл 2 сайта с нейросетью для озвучки текста. Ну ладно, первая была для озвучки текста как раз. А вторая изменяла этот голос. Это нужно было для того, чтобы сделать эффект рации. Ну и на втором сайте вроде бы изменение голоса подходило. Но его надо было ещё чуть-чуть подкорректировать эквалайзером. И раз с аудишном я забыл как пользоваться, то я начал изменять голос Premiere Pro. Понятное дело, что с такими переходами с одного сайта на другой, ещё редактированием Premiere Pro и потом уже экспортом аудиозаписи, перевод всего диалога занял бы очень много времени. А там было на минуту 4 страницы. Я за полтора часа, пока настраивал этот голос, пока настраивал эти нейросети, я успел озвучить только одну страницу из четырёх. Поэтому я решил такое, ладно, пускай пока что у нас будут основные диалоги в игре. А второстепенно уже потом закину, по мере обновлений. И вроде бы мы кое-как успевали с катсценами. У меня осталось только расставить триггер с диалогами. И потом хоба, а диалоги-то перестали работать. Прохожу я значит через триггер, он определяет игрока. А всем плевать, у меня ошибки нахуй. Нафиг. Ну благо к 9 часам карта была уже полностью готова. Добавили туда своих моделек, механизмы, машинки. А главное, что все модельки свои. Так что это такой некий плюс для игры. Но осталось два часа, я уже через час собирался билдить проект. И на самом деле очень хорошо, что я принял такое решение. Ну а название игры мы придумали в первый же день. А этот шрифт, боже, я просто обалдею с него. А знаете где я нашёл такой шрифт с поддержкой кириллицы и латиницы у себя в телеграм-канале? Просто бывает так, что Текстмашпро часто не поддерживает кириллицу. И те шрифты, которые у меня есть в телеграм-канале, ссылка на него в описании или по QR-коду. Они решают эту проблему. И их тут очень много. Прям на все вкусы и на все случаи жизни. И также, если вы хотите сделать так, чтобы Текстмашпро поддерживал кириллицу и латиницу, то у меня также тут есть пост. И помимо всего этого, тут много всего полезного. Поэтому обязательно заходите. И у нас есть чатик, где проходит ивент скриншот сатадой. Где все делятся своим прогрессом в разработке. И это шанс кому-то себя проявить. В это время я уже как-то о геймплее не задумался. Я задумался о том, как бы выложить первую игру на ИЧО. Так как да, я до этого не выкладывал игры на ИЧО. В Яндекс игры выкладывал, в Гугл Плей даже пытался. Вроде бы выложил туда игру, а ее кокнули. Но на ИЧО вот не задалось. Поэтому быстро накидываю обложку для игры. Добавляю посредние изменения в проект к катсцену, которую Лекс не успел, к сожалению, доделать. Но это понятное дело, потому что в последний день, можно сказать, осталось всего два человека от команды. Поэтому я закинул то, что есть. Ну и потом начинаю я билдить игру, и потом... Какого хуя? Потом я быстро-быстро пытаюсь как-то решить эту проблему. Удаляю сцены, меняю, дублирую, добавляю опять. Я уже такой в отчаянии заполняю страничку на ИЧО. И кидаю тот билд, который вчера сделал. Вчерашний билд был чисто тестовый. Просто чтобы проверить, что ничего не сломалось. И я был уверен, что ничего не сломается. Ну тут вот на тебе. Ну и по ошибкам в билде я буквально рандомно исключил ту самую ошибку, которая не позволяла сбилдить игру. Это была просто дичь полнейшая. Игра сбилдилась. Знаешь, из-за чего проблема была? В папке ресурсов одна картинка была, и она всё запорола весь билд. Я не могу просто, серьёзно, из-за одной картинки я всё ещё охреневаю от этого. Ну и билд, благо, работал. Правда, это был development build, поэтому мне пришлось ещё раз билдить, только уже без галочки. Ну и я вроде бы выкладывал игру на ещё, прошу Лекса посмотреть, есть ли она в списке игр в максер джеме. И оказывается, что нет, потому что я её не засабмитил на джем, а на свой профиль добавил. Чтоб вы понимали, сколько у меня времени осталось, чтобы засабмитить эту игру. А что? Она есть всё-таки в списке? Е-е-е-е, нахуй. Если бы я чуть позже вспомнил, что мне надо было бы нажать одну кнопку, то игры бы уже не было в списке. И я просто не могу, это такой стресс жёсткий был. У меня было такое чувство с 7 до 12 часов, что я как будто снимался в каком-то боевике, серьёзно. Чтобы прямо так жёстко потеть над игрой, над её оформлением, над тем, чтобы её выложить, над исправлением ошибок. Скажу честно, у меня такое впервые, и это было очень жёстко. Я за эти 3 дня прокачал свои навыки просто неимоверно. Как и другие участники джема. К примеру, я бы не представлял, что за 3 дня я успею сделать диалоги, искусственный интеллект, нормальную ещё атаку, здоровье настройте игроку и врагам. Да ещё и чтобы добавить своих авторских моделек, вместе с приключением персонажей, озвучкой. Это бы у меня заняло просто неимоверно много времени. Я бы это сделал не за 3 дня, а наверное за месяц, а может даже и больше. И понятное дело, что без команды я бы с таким напором просто не справился бы один. Хоть мы и какую-то часть от игры не успели сделать, хоть там и много багов, но то какой опыт мы все вместе получили. Как Бублик в моделировании вместе с Китом, как Лекс в Юнити, а не в моделировании уже. Я думаю, в скором времени Лекс уже будет программировать в Юнити, а не моделировать. Так как я вообще не ожидал того, что он полезет делать коссены, да ещё и шейдер напишет. Как Стравер тоже прокачался в программировании и помогал мне. В общем, это было неимоверно круто, так что я точно могу сказать, что это мой самый тяжёлый джем. Ну и после всего этого мне, понятное дело, надо было отдохнуть. Поэтому я полетел в чат Макстера и начал играть в игры других участников, а также смотреть прохождение в голосовом чате. Ну и из игры, которые мне капец как сильно понравились на джеме, могу выделить, естественно, Пенопласт The Corner of Dream. Я вообще не понимаю, как такую игру можно скрипать за три дня. По-моему, там Терминатор за место человека сидит вообще. Вторая игра Перспектив, которая идеально подходит под соответствием теме. И геймплей у неё довольно прикольный. Третья, это тоже просто пушка Майнд Ротейтер. Да и мне вообще сложно лучшую игру выбрать. Что в чате Макстера была прикольная игра? Что Побег Деда прикольная? Что Димоник Понг? Она особо теме, конечно, не подходит, но выглядит мощно и, возможно, даже запустится на любом калькуляторе. Ну и мы с командой решили, что доведём эту игру до конца и будем постепенно в своём темпе её делать. Сейчас мы просто переписываем код, меняем шейдер, а я вот начинаю постепенно внедрять Зинджект. Да, наконец-то руки дошли до него. И помимо этого внедряю понемногу фабрику, которая уже встроена в сам Зинджект. Ну и всем, кто был полезен, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии, нажимайте на колокольчик. Также у меня на канале есть постоянная рубрика «Это Геймдев Ньюс», которая выходит каждое воскресенье. Поэтому, если вам интересны новости в сфере геймдева, то можете посмотреть. Также заходите в Телеграм, можете поддержать меня на Бусти или же на Донейшн Аллерс, как вам удобнее. Ну и до скорого. Принял. Ридзак и ридзак. Ё-моё, французский пронон, пацаны. Бу-у-у-у-у.